От пациента. Боли в колене начались около двух недель назад. Появился отек. 18 апреля был на консультации у хирурга ортопеда. Была сделана пункция, откачали 40 мл жидкости. В этот же день сделал МРТ. По результатам МРТ рекомендовано хирургическое вмешательство. Консультативное заключение. По МРТ коленного сустава пациента 48 лет, выполненного 18 апреля 2022 года. При МРТ левого коленного сустава деструктивные изменения в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах мала и большеберцовой костей не определяются. Отек костного мозга участков медиального мышелка большеберцовой кости. Частичный разрыв собственной связки надколенника в области ее прикрепления к большеберцовой кости, вероятно, с образованием суставной мыши, можно уточнить по рентгенографии. Суставные поверхности конгруентны. Суставной хрящ неистончен. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Отмечается разрыв заднего рога медиального мениска 3АСТ. Выявляется значительное количество жидкости в полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколенника и вдоль обоих мышелков. Жировая клетчатка ГОФА развита обычно. Задняя крестообразная связка не деформирована, контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается не на всем протяжении, не отечно, ход не нарушен. Латеральная малоберцовая связка прослеживается на всем протяжении, отечно. Большеберцовая связка отечно. Киста Бейкера 45 на 12 мм. Таким образом, имеется выраженный синовит. Киста Бейкера. Частичный разрыв медиального мениска. Частичный разрыв собственной связки надколенника. Зав. Кафедры. Профессор Холин А. В. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.